Многочисленные скандалы сопровождали сдачу российскими школьниками единого госэкзамена на протяжении практически целого месяца. Здесь и появление ответов в интернете еще за несколько дней до экзамена, и откровенное списывание, да и порой небезвозмездная помощь учителей и школьникам в некоторых отдаленных регионах России. Впрочем, опытные специалисты заранее предсказывали плачевный результат насильного внедрения зарубежных проектов на почву отечественного образования. Сразу было понятно, что он не коррелирует с системой образования среднего, российского, а механически взят из опыта европейских стран, Америки. А вот механический перенос на российскую систему образования, конечно, не дал желаемых результатов. Но 2013 год – это вообще такой год знаковый, потому что по большому счету можно говорить о трагедии в образовании российском. Грандиозной проблемой стала подготовка школьников к единому госэкзамену, причем начиная чуть ли не со средних классов. Отсюда в будущем, как считают специалисты, может вырасти нация недоучек. Получается, что те, кто списали, те, кто воспользовались выложенным в сети материалом, они находятся в более выгодном, приоритетном таком условии, чем те, кто писал самостоятельно, добровольно. Меня беспокоит несколько другое. Кто сегодня поступит в вузы обманным путем, потом обманным путем проучится в вузах, а кто будет лечить, учить через пять лет, управлять самолетами, кораблями. Россия через некачественное образование обречена на вечные трагедии. Многие эксперты полагают, что число нарушений в ходе нынешней выпускной кампании явно не стало меньше по сравнению с прошлым годом. Кстати, президент страны Владимир Путин заявил, что после вузовских экзаменов необходимо проанализировать ситуацию с ЕГЭ и сделать нужные выводы. Хотя, в общем-то, уже сейчас понятно, что зарубежный опыт как-то не совсем правильно прижился в российской системе образования. В общем, по черному эрдену. Хотели как лучше, а получилось как всегда.